Здоров YouTube! Сегодня я вам реально расскажу, как реально работают реальные спиральные антенны. Всю ту чушь и мракобесие, о которой вы вам о них рассказывали, забудьте и выкиньте из головы. На самом деле все не так. Я вам сейчас действительно все это расскажу и покажу. Вот у меня две спиральные антенны. Эти спиральные антенны настроены на синфазную синхронную частоту. И поэтому у этих спиральных антенн идет очень мощное и хорошее согласование. Все четвертинки полуволн здесь перекашиваются определенным образом. И когда они доходят вот до этой спиральной антенны, здесь их, конечно, перекосячивает в другую плоскость. И они отражаются. В результате этого несинфазного перекашивания волны возникает так называемый волновой стояк. Ну, в общем, стоячие волны с пучностями и впадинами. Эти впучности и впадины можно использовать для того, чтобы, скажем, светились маленькие белые светодиоды, когда вот эта антенна передает. Она спиральная и она очень так вот поляризованно передает вот на эту антенну. В чем фишка? Если бы я с обычной антенной просто так вот щелкнул пьезиком от пьезозажигалки, вот здесь, допустим, и передал энергию поляризованную через вот эту вот спиральную антенну, она бы дошла до сюда. Один раз всплеск был бы, мы бы, может быть, увидели вспышечку, может и нет. И было бы все. В общем, светодиод моргнул бы настолько быстро, что мы бы не успели ничего уловить. Но если я буду использовать спиральные антенны, при связи которых образуется стоячая волна, то эта стоячая волна будет затухать достаточно долго. Я применил специально массивные накопители, вот эти вот. Это резонансные массивные накопители, которые служат как бы конденсатором таким, который накапливает энергию, а проводником между этими конденсаторами двумя служит именно та самая спиральная антенна, которая работает вот так, как я вам это рассказал. А сейчас я покажу, как это реально работает, и вы убедитесь в этом сами. Вот смотрите, сейчас мы отодвинемся, чтобы вот видеть всю эту картинку воочию. Тут у меня вот этот вот канал беспроводной связи, который основан на поляризованной волне, которая излучается вот этими вот спиральными антеннами и принимается. И сейчас я вот буду щелкать пьезоэлементом вот здесь вот, по вот этому диску. И когда я по нему щелкну, мы попробуем пронаблюдать стоячую волну. Ну что, пробуем? Вот смотрите, вот сейчас она пока еще не затухла, светодиоды светятся. То есть идет передача энергии, из-за того, что здесь есть пучность. Можно еще было щелкнуть, но не обязательно, потому что энергии в пьезоэлементе достаточно много, чтобы эта стоячая волна не угасала. А теперь смотрите, что произойдет, если я возьму пассатижи, вот так вот, и пронесу между вот этим вот, ну то есть введу их в волновой канал. Любой металл очень сильно отражает эти волны, особенно поляризованные. И вот перекошенные волны вот этими косыми пассатижами очень сильно пересекаются. Вот смотрите, раз и все. Вот все, больше светодиоды не светятся и ничего не происходит. Давайте я вот светодиодики еще сильнее направлю. Тут надо быть осторожным, потому что вот смещение от центральной оси вот этой спиральной антенны, так как она поляризована, приводит к тому, что связь у нас нарушается. Уже пучность может не получиться. И тогда вместо длительного горения светодиодов мы получим фигню. Ну что, давайте попробуем еще раз. Эффект-то очень хороший. То есть можно, конечно, щелкать здесь, но тогда никакой стоящей волны не получится. Вот смотрите, сейчас если я буду щелкать здесь, то светодиодики, может быть, моргнут вот слегка. Вот видели они? Чуть-чуть моргнули и все. И нет никакой стоячей волны. А вот если по этому диску щелкнуть, если вот все получится, и если я не ошибся, то у меня, конечно, получится очень хороший эффект. Ну что, пробуем? Да, вот смотрите, получилось. Стоячая волна есть. Ну-ка, пассатижами быстренько эту косую волну пересечем, 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 пересечем. Оп, все, обрезали. Как будто бы я их вот так вот взял и перекусил. Не правда ли замечательный эффект? Но у этого эффекта есть еще и побочный эффект. Сейчас мы снова запустим стоячую волну. Я покажу, как там все это дело работает. Давайте снова запускаем. Так, поехали, ключ на старт. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Опа, готово. Вот она, вот она, замечательно работает система. Никаких тебе проводов, никаких тебе там катушек Тесла, румков и прочих. В общем, этот накопил энергию, этот тоже накопил энергию. Вот здесь посередине стоячая волна. И если сюда попробовать внести какую-нибудь неоновую лампочку, допустим, вот целый ряд, то можно, наверное, эту стоячую волну как-нибудь поймать. Давайте попробуем, получится или нет. Вот что-то не получается никак, да? Не, не очень получается. А вот так. О, а вот так получается. Смотрите, стоячая волна зажигает неоновые лампочки. Да как такое может быть? Ну нифига себе, да это же открытие. О, смотрите, стоячая волна запулила сразу несколько вот таких вот неоновых лампочек. Еще и светодиоды горят. А ну-ка, как там с пассатижами? Пучность сможем пересечь? Вот что-то не очень пересекается, наверное, нажать пассатижами надо. Ну-ка, обрезаем. Хопа! Ух ты, обрезалась. Опаньки! Да это же эффект такой, который использовать надо повсеместно. Ну вот. Значит, теперь вы точно знаете, как работает спиральная антенна, как она не работает, как с ней не работать правильно, и какую чушь о ней говорят. В общем, пользуйтесь. Беспроводное электричество бегает туда-сюда, пучности образуются, впадинки выравниваются. Ну, а на этом все. Пока. До следующих встреч. Кстати, тут никаких проводов не было. Смотрите, какая замечательная штукенция. Вот. Можно даже вот так вот развернуть. Ну, пока, ребята.